Нас бы казнили, если бы у нас было меньше 10 тысяч друзей Три года работы и одна строчка результатов Хвастаться большими мозгами не совсем правильно Хотя меня немножко задевает тот факт, что в лобной коре у мужчин больше шипиков, чем у женщин И только вот лень моя мешает мне завтра написать «Войну мир» В биологии все не так, если кто-то не работает, его съедают Как авторы текста клали Пушкина в томограф И памперсы тоже для космонавтов были, я думаю, как много всего прекрасного у нас В апреле 1930 года, узнав о смерти Владимира Маяковского Вот сюда, в этот дом, где находилась квартира поэта, приехали его друзья Среди них был и писатель Юрий Олеши, который позже в мемуарах опишет Как, сидя в гостиной покойного друга, он услышал резкий стук, доносившийся из спальни, где находилось тело поэта «Так могут рубить, казалось, только дерево», — писал Олеша Минутой позже из спальни Маяковского выбежал человек в белом халате В руках у него был таз, в котором лежал мозг Маяковского Содержимое черепной коробки поэта доставили вот сюда, в это готическое зловещее здание Ну, прям замок Дракулы в центре Москвы Здесь в 1928 году был основан институт мозга для изучения главного мозга страны Советов Владимира Ильича Ленина Но за годы существования института за этими стенами голову вскрывали многим В том числе Сергею Визенштейну, Максиму Борькому и даже Иосифу Сталину Наверняка никому из ученых и в голову не могло прийти, что Маяковский, Горький или сам Ильич Использовали свой мозг только на 10% Однако, как бы нейробиологи и нейрофизиологи не пытались доказать обратное И до сих пор очень многие уверены, что человек использует содержимое своей черепной коробки только на несколько процентов Итак, сегодня наука против одного из самых распространенных нейромифов современности В борьбу с очередным крайне популярным, но антинаучным убеждением Вступает Вера Толченникова, кандидат биологических наук Специалист-нейрофизиолог, научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова Где она читает курс «Основы высшей нервной деятельности» Добрый день, Вера Владимировна! Мне, как далекому от нейрофизиологии человеку, утверждение о том, что наш мозг человеческий работает только на 10% Кажется, ну, может быть и спорным, но складывается впечатление, что у некоторых людей он работает даже меньше, чем на 10% Хочу напомнить нашим зрителям, что все тезисы, которые я озвучиваю в этой программе Не являются моим личным мнением и взяты из открытых источников Итак, начнем с такого поста в интернете Орфография авторская, хочу заметить Простой человек использует мозг на 3-4% Человек-индиго, в скобочках Индиго – это необычаемый человек с синей ауэрой по мотографическим снимкам Начальная стадия работы их мозга равна 6% Индиго является человек с возможностями будущего и с возможностями, встающими на путь работы мозга выше 6% К примеру, это Эйнштейн, причем в два слова Пушкин и Тютчев Максимальная работа мозга была воздвинута до 11% Это был Эйнштейн Прокомментируйте, пожалуйста, этот замечательный пост Хотя бы что-нибудь здравое в нем есть? Они определяют человека-индиго как такого человека, у которого аура светится синим на... Мотографических снимках Мотографических снимках, да Поскольку томографию изобрели в 20-м столетии, а Пушкин умер, по-моему, в 1837-м, да, а Тютчев в 1873-м Как авторы текста клали Пушкина в томограф? То есть они его выкапывали посмертно уже, это интересно Синяя аура тоже прекрасна, поскольку снимки томографические и черно-белые Ну это же индиго цвет, вот все А, ну все, да, все логично, цвет индиго Самое важное здесь, конечно, не вот эти вот глупые фактические ошибки автора А такая конструкция, как мозг работает на сколько-то процентов Вот что это значит на 80%? Это как? Что значит не работает? Дело в том, что это мы с вами можем не работать В биологии все не так, если кто-то не работает, его съедают Когда мы с вами рождаемся в нашем мозге, ну по некоторым, по разным подсчетам От 200 тысяч до 200 миллиардов нервных клеток А во взрослом состоянии у нас имеется, у нас сейчас с вами приблизительно 8,6 миллиардов клеток Вопрос, куда пропали наши нейроны? Что с ними стало? Они погибли Почему они погибли? Они не успели завести достаточным количеством контактов А достаточное количество это более 10 тысяч контактов Если бы сейчас действовал такой же биологический закон в нашем человеческом обществе Нас бы казнили, если бы у нас было меньше 10 тысяч друзей знакомых Представляете? На фейсбуке? Да, все жестко Работают все Даже если клетка не дает спайк, так называемый потенциал действия Когда электрический сигнал проходит от тела клетка по отростку к другой клетке Даже в этом случае клетка обязана обеспечивать свою жизнедеятельность Ну, штопать мембрану, чинить сломавшиеся химические молекулы Жизнь требует затрат и усилий для своего поддержания Помимо того, что любая клетка должна поддерживать свой обмен веществ Нервные клетки, они вообще прожорливые Они потребляют 20% энергии всего тела в состоянии покоя Просто если мы лежим и ничего не делаем Мозг — это очень дорогое удовольствие, там нельзя не работать Но, что частично верно, можно работать в разных режимах Мозг может существовать в разных режимах В режиме сна, когда у вас на электроэнцефалограмме наблюдаются медленные дельта волны В режиме спокойного бодрствования, закрытыми, открытыми глазами В режиме активного бодрствования, когда вы опаздываете, бежите на метро, убегаете от тигра Или ребенок на качелях упал, и вы бежите в травмпункт Это разные состояния вашего мозга Это верно Но разные состояния, и работать на сколько-то процентов И это не совсем одно и то же Но я так понимаю, что этот человек, который написал это в пост, имел в виду конкретные простые примеры Вот Тютчев и Пушкин, умные люди, Эйнштейн тем более Они умнее, чем обыватели То есть, грубо говоря, умные люди пользуются им лучше, чем глупы Совершенно верно В нас содержится скрытый потенциал Мы можем работать эффективнее и лучше И не все об этом знают И это как раз правда Так если мы можем работать лучше, значит, мы действительно используем не на сто процентов наш мозг Нет, у вас вот теоретико-множественный подход Выражите, если я как училка сейчас говорю, да Теоретико-множественное мышление Вот у нас есть какие-то куски, и мы узнаем, как работает каждый кусок И тогда будем знать, как работает весь мозг Системный подход Существует целая система, и все в ней связано и работает Просто в разных режимах, координировано Если вы спросите меня, а где находится память, где находится внимание Это системные функции, нельзя их приписывать какой-то одной локальной структуре Спрашивают адрес, да, где находится сознание Вот оно находится у вас в лобных долях, или в мужичке, или в гиппокампе Все не так, мозг работает целиком Он просто работает в разных режимах, понимаете, но весь Все сто процентов мозга работают, просто не все включают Максимальный уровень активности, да Так лучше, уже лучше В любом случае, этот миф о 10% мозга, он очень живучий Давайте поговорим о его истории Как вообще появилась эта знаменитая фраза Я читал, что этот миф появился благодаря работам Джеймса и Сидиса В 1890-х годах, в конце 19 века, они тестировали свою теорию ускоренного развития ребенка на примере Уильяма Сидиса Это, видимо, сын Джеймса Сидиса Значит, они тестировали свою теорию ускоренного развития ребенка, которого называли обладателем самого высокого IQ в истории Сам Сидис сообщал, что люди не используют свой мозг полностью Что это за история, кто такой Сидис и есть ли какие-то доказательства верности его теории? Да, Уильям Сидис – это обладатель самого высокого IQ в истории человечества IQ – коэффициент интеллекта Уильяму Сидису очень не повезло, потому что родители решили сделать из него гения И это грех многих современных родителей, и это сейчас тренд такой, запихивать 8 кружков детей Ну, вы понимаете, да, родители? Мать даже специально бросила карьеру для того, чтобы воспитывать своего сына К 18 месяцам Месяцам? Месяцам, к 18 месяцам Уильям Сидис был способен прочитать газету New York Times Представляете, да? Ты же мне с трудом уговорился Да, я не смогу прочитать К 8 годам он написал 4 книги А в юном возрасте добровольно отказался от секса для того, чтобы заниматься собственным интеллектом Сублимация в чистом виде? В чистом виде Фрейд, сублимация, при этом к работам Фрейда он относился отрицательно Подчеркнуто отрицательно, он говорил, что ходит по миру эпидемии фрейдизма Я против этого, при этом был на поведенческом уровне типичный преданный фрейдизм В общем, кончилось это плохо Потому что он в итоге во взрослом состоянии работал бухгалтером всю свою жизнь Представляете, с его возможностью? Подождите, он же тоже работал в патентном бюро? Да Ну, он совмещал Вот, как вредно отказываться от секса Откуда миф-то взялся? Да, вот, собственно, был такой Уильям Сидис Да, замечательно И в предисловии книги Дейла Карнеги, когда она выходила, 1936, да, я не вру, год Было указано, что мы на основе исследований феномена Уильяма Джеймса Что мы используем лишь 10% своего умственного потенциала Ну, умственных возможностей Вы понимаете, 10% возможностей и 10% мозга – это разные вещи Потому что, когда вы говорите 10% мозга или кто-то говорит Сразу возникает картина, что 10% работают А остальные 90% сидят, ничего не делают Но это не так Просто можно работать в носу ковыряя А можно работать через 3 часа дедлайн Четвертая кружка кофе Мы хитеры быстро, дьявольский умен Да, вот так можно работать Верное утверждение, конечно, было переведено на некоторое бытовое понимание Да, вот у нас есть кусок сыра, 10%, вам сколько взвесить, да, сколько грамм Мне, пожалуйста, вот 10% куска сыра, а этот пусть лежит Вот то же самое произошло Умственные способности – это мозг Значит, 10% мозга работают, остальные отдыхают Ну, Уильям Джеймс, можно же было разогнать его интеллект до 300 единиц IQ Значит, и нас можно разогнать тем более Поскольку книга Дейла Карнеги разошлась 10-миллионными тиражами Миф, так был рожден миф, так он, в общем И прижился Пришел в свет А прижился он просто потому, что приятно думать о себе как о гении, потенциальном гении И только вот лень моя мешает мне завтра написать «Войну мир», поставить, я не знаю, Шекспира И это частично правда То есть такое оправдание собственной, да, нелюбви к работе, лени Ну, это правда на самом деле, потому что вот даже книга Ефремсон, генетика гениальности Книга Ефремсона, помните, за которой ему пришлось 10 лет отсидеть в тюрьме Я думала, когда ее открывала, что сейчас мы будем говорить о генах инсайта, генах внимания, генах мышления А по сути дела Ефремсон говорил о генетике мотивации Он говорил о том, как гениям удалось сохранять высокую мотивационную активность и добиваться результата Потому что начиная с некоторого уровня IQ, где-то со 120, решающим оказывается не потенциальные умственные способности, а мотивация Готовность сосредоточиться и долго работать своей мечтой, проектом и так далее Частично миф-правда, в этом интрига В Википедии есть статья, посвященная этому мифу о 10% мозга И там, в частности, упоминается исследование доктора Джеймса Калата Который в начале 30-х годов отметил, что нейробиологи знали о множестве локальных нейронов Непонимание функций которых могло привести к созданию мифа о 10% Кто, собственно говоря, такой Джеймс Калат И правильно ли я понимаю, что в появлении этого мифа о 10% нужно винить ученых? Кого винить, главный вопрос, кто виноват? Мне кажется, что проблема возникает в момент перевода научного факта на язык, понятный обывателю Как это было в книге Дейла Карнеги У нас 10% умственных возможностей превратились в 10% мозга Так и здесь Кто такой Калат? Это психолог, который написал книгу «Биологическая психология» И, в частности, приводил пример нейрофизиологических исследований По активности нейронов О чем идет речь? Кто такие локальные нейроны? Помимо того, что в нашем мозге содержатся нейроны, у которых длинные отростки Достигающие порой двух метров То есть, например, длина мотонейрона, которая у вас находится в спине Это от участка спинного мозга до ноги Если нерв иннервирует вашу ногу В общем, помимо таких нейронов, в которых длинные отростки Существуют нейроны, у которых отростки короткие И они передают сигнал клеткам, которые рядом находятся Их называют локальными Их, во-первых, сложно регистрировать, потому что нейроны с длинными отростками большие В них удобно попасть электродом, удобно регистрировать Локальные клетки писать неудобно, они маленькие И было долгое время непонятно, чем они занимаются Раз они не дают разряд Но локальные клетки очень важны Локальные нейроны В основном это тормозные клетки И их роль состоит в том, чтобы регулировать активность, например, пирамидных клеток Не давать им лишний раз активироваться Если по какой-то причине в области мозга количество тормозных интернеронов Ну, то есть локальных нейронов по калату снижается Это риск эпилепсии То есть судорожных припадков из-за распространения возбуждения на большие области мозга В общем, локальные клетки очень важны Это я к тому, что они работают Они заняты Просто ввиду того, что вначале они были описаны как молчащие нейроны Долгое время их функция оставалась тайной Допустим, вы исследователь И ваша задача зарегистрировать нейроны в некоторой структуре Как вы это делаете? Вы медленно погружаете электрод И если вы оказываетесь рядом с нейроном Вы регистрируете его активность И у вас в конце рабочего дня сводка Вы нашли, допустим, 20 нейронов Из них четверо активировались А другие просто молчали Там были нейроны, но они не активировались Но из того, что нейроны не дали спайк, не активировались На такие стимулы, на какие захотел исследователь Еще не следует, что они ничего не делают Во-первых, опять-таки клетка должна поддерживать свой уровень жизни Постоянно элементы клетки распадаются Ей нужно затрачивать энергию для того, чтобы себя сохранять Этим занимается клетка Это претензия о том, что что-то она делает Она поддерживает свой уровень гомеостаза, обмена веществ Сохраняя свое тело Во-вторых, вот эта активность спайковая То есть когда клетка дает разряд Передает электрический сигнал к телу другой клетки Это сложный момент Вам нужно поймать именно тот момент, в который клетка даст этот разряд Вы хотите, чтобы клетка Допустим, вы сидите в зрительной коре электродом И предъявляете зрительные стимулы Вот вы предъявили красивый треугольник А разряда нет Вы говорите, ленивая клетка, молчащая А может она реагирует не на треугольник, а на шар, а на звук, а на боль Вы не знаете, на что она отреагирует Просто она не отреагировала на то, на что вы захотели И вы говорите, это молчащий неров То есть если ты не знаешь, на что реагирует эта клетка Совершенно не значит, что в этот момент она не работает Да, именно так Ну вот мы сейчас с вами сидим, общаемся А перед съемками мне режиссер сказал, что мне особо двигаться нельзя Нужно сидеть ровно, потому что я из света могу выпасть И я сижу и говорю с вами А вот какие-то там, я не знаю, части моего мозга, которые отвечают за мое движение Они же в этот момент не работают Вот это очень фундаментальный вопрос Самый важный в моем курсе, который я считаю в университете Сложность состоит не в том, чтобы активировать то, что должно работать Губы, гортань, диафрагму, а в том, чтобы затормозить лишнее Сейчас вы сидите и разговариваете со мной Но скорее всего в вашей жизни, помимо меня, есть очень много проблем, трудностей Дети, работа, координация, звонки Сейчас вам на почту приходят сообщения, в том числе и от босса, очень важные На которые нужно срочно отвечать Вы не смотрите в телефон каждые пять минут, как мои студенты Вы меня слушаете, вы затрачиваете на это усилие У вас какие-то мысли в голове, помимо процесса, который сейчас происходит Кроме того, вы должны поддерживать вашу позу Вы держите ручку Это все тонические рефлексы Мышцы работают в этот момент Если бы вы их отключили, вы бы расслабились, упали в оморок А бывают такие моменты, когда отключается это все Ну вот я, например, недавно начал заниматься йогой И в конце каждого занятия нам предлагают выполнить шавасану Да, шавасану, да, прекрасно Нужно, значит, отключить все, что есть Да, расслабиться максимально Тренер подходит, поднимает руку, она должна упасть Вот в этот-то момент мозг не работает Как это не работает? Вот я сейчас как на экзамене, извините Что значит не работает? Только что, значит, для того, чтобы, в принципе, не умереть Клетки должны постоянно себя обновлять Вопрос в том, что он находится не в режиме активного бодрствования А в некотором другом состоянии Скорее всего, вы йог продвинут и достигаете уже каких-то медитативных состояний В шавасане после хорошей тренировки И это некоторое смещенное состояние сознания Но мозг работает Конечно же, он работает Может быть, фокус вашего внимания чист И вы добились того, что лишние мысли Вы управляете мыслями, и лишние мысли у вас не задерживаются в фокусе внимания Вы можете сосредоточенно не думать ни о чем Но, опять-таки, это требует усилий, и мозг работает Конечно, мозг работает и во сне Помимо того, что, ну, это тоже очередной миф По поводу того, что мозг переваривает, в кавычках, информацию, которую освоил за день Нейроны что-то делают Кстати, долгое время было непонятно, чем они занимаются во сне Были разные гипотезы Там животным не давали спать Смотрели, как это влияет на их состояние днем Ухудшается память, внимание Решили, что вот мозг, что функция мозга во сне Это там записывать информацию Переводить информацию с языка электрического То есть, когда нервный пульс бежит по контурам На язык молекулярный Когда нейроны отращивают новые шипики, синапсы, новые контакты Образуют новые контакты И память приобретает некоторый субстрат Но мне в этом смысле больше всего нравится гипотеза Ивана Николаевича Пигарева Он оживлял электрод в зрительную кору в поле 17 Первичную зрительную область и в кишечник Предъявлял животным зрительные стимулы Полоски у него вертикальные, наклонные И выяснил, что днем нейроны зрительной коры Активируются в ответ на зрительные стимулы А ночью они активируются на стимуляцию кишечника Короче говоря, гипотеза состоит в том, что мозг В состоянии бодрствования обрабатывает внешний сигнал А в состоянии сна внутренний сигнал От внутренних органов, ну висцеральные еще его называют И переключателем является изменение состояния мозга Это еще раз к тому, что мозг занят Он работает То есть ночью мозг занят ужином, который ты съел? Да По теории Ивана Николаевича Пигарева Есть ряд противников Ивана Николаевича Пигарева О них тоже можно поговорить Это некоторая гипотеза Но факт остается фактом Если я, например, не посплю, у меня в первую очередь живот болит Не память ухудшается, а просто вот... И, кстати, недосып прежде всего приводит к смерти Из-за недосыпа возникает в результате язв желудка Удивительно Вот Но все-таки возвращаюсь к мифу Уж больно он живучий Куча фильмов есть Да Суперпопулярный фильм в свое время «Область тьмы», где главный герой трескал таблетки, которые улучшали его все там когнитивные, все возможные способности Но есть ли какое-то здравое зерно в этом? Можно ли химией улучшить работу нашего мозга? Можно Можно, но в чем будет механизм? Улучшение кровоснабжения и улучшение обмена веществ Наотропы, витамины, и это все работает Но работает не потому, что это нам какие-то интеллектуальные способности новые открывает А просто потому, что мы улучшаем обмен веществ И нейроны получают питательные вещества и имеют возможность отдавать токсичные яды, которые накапливаются в результате деятельности клетки То есть в результате того, что клетка живет, накапливается куча мусора Поэтому есть вещества, которые позволяют улучшать, я в кавычках говорю, работу мозга Или препараты, которые улучшают кровоснабжение Но спорт и правильное питание эффективнее, чем прием препаратов Даже ноотропы, которые, кажется, для наших космонавтов были изобретены И памперсы тоже для космонавтов были изобретены Думаю, как много всего прекрасного у нас в институте медико-биологических проблем С моей точки зрения, да Это, наверное, не бесспорное утверждение Почему? Потому что питание и спорт системные факторы Они улучшают не только кровоснабжение локальное в мозге Они улучшают кровоснабжение во всем организме И организм — это система Если мы говорим системно, мы хотим улучшить только мозги А бицепсы, трицепсы, да, черт с ними, зачем они нам нужны? Мы люди интеллектуального труда Сидим за компьютером, только пальцы нам больше ничего не нужно Да нужно, потому что сидячая работа, да, у вас там какие-то зажимы, спазмы В результате болевого синдрома у вас кровь должным образом не поступает по сонным артериям головному мозгу Плохая физическая форма связана с плохой работоспособностью Тело должно быть в оптимальном состоянии Что такое оптимальное состояние, да? Что такое оптимальный режим тренировки? Это вот не ручкой пошевелить, да, там, не покурить, не поклацать по клавишам компьютера Это работать несколько часов при определенном пульсе, да, там, оптимальный уровень тренировки, да Это 220 минус ваш возраст и умножить на 0,7 Вот есть некоторая частота сердечных сокращений, которая является оптимальным режимом Это уровень высокой активности внешней При этом кровь начинает интенсивно снабжать кислородом и мышцы, в том числе и головной мозг И самое важное, что при такой интенсивной физической нагрузке открываются капиллярные резервы Это те капилляры, которые в состоянии покоя у нас неактивны, по ним кровь не проходит Но вы помните это правило, если кто-то не работает, его съедают Если капиллярный резерв долгое время не используется, капилляры зарастают И у вас ухудшается кровоснабжение мозга Но если вы регулярно занимаетесь спортом, вы открываете свой капиллярный резерв, вы его используете То же самое с питанием Очень много сил и энергии затрачивается на процесс пищеварения Особенно, если это еда не свежая или еда экзотическая, тяжелая еда А вот простое, свежее, правильно регулярное питание позволяет организму не тратить сил на пищеварение, да, как со сном Вы раньше выспитесь, и у вас будет больше сил для интеллектуальной деятельности С моей точки зрения, если выбирать между спортом, питанием и колесами, спорт и питание Но, к сожалению, не во всех ситуациях это возможно Например, у меня была черепно-мозговая травма, и я не могла двигаться И, конечно, меня какое-то время поднимали препаратами, улучшающими кровоснабжение Ну, когда я смогла двигаться, я постепенно включала движение И в итоге у меня оптимальное состояние просто за счет спорта и питания Но мне еще пока не 70 лет, так что посмотрим, что я вам отвечу в 70-90 Вы только что упомянули интеллектуальную деятельность И вообще мы говорили о сидисе, IQ, человек с самым высоким IQ Так заманчиво звучит Так есть ли какая-то связь между, я не знаю, там, размером мозга Или наличием каких-то, там, крупных, лобных, да, или еще чего-то Связанная с интеллектуальным уровнем И можно ли его как-то поднять за счет стимуляции мозга? Есть ли связь между уровнем IQ и объемом мозга? Вот, честно, рыло вчера, все Пабмет, Nature, Science, приличные источники У них четкой корреляции нет Вот с числом синапсов мозги есть корреляция Чем больше синапсов, тем выше IQ С числом, с плотностью нейронов, с объемом мозга не нашла Вроде бы источники приличные Во всяком случае вопрос спорный Поэтому у Ленина маленький мозг был, а он был такой умный Смотрели мозг посмертно после продолжительной болезни Я думаю, причина отчасти в этом Но совершенно не обязательно У Тургенева большой мозг, у кого-то из гениев был маленький У Маяковского большой Сложность вопроса состоит в том, что если вы переходите От количества клеток к функции Вы перепрыгиваете с клеточного уровня сразу на поведенческий Это запрещенная процедура Короче говоря, из числа клеток прямо не вытекает Сложно они будут работать или нет Вот, например, у младенцев, когда они рождаются У них вообще 200 тысяч миллиардов нейронов Следует ли из этого У них больше нейронов, чем у нас Что они умнее, чем взрослый человек Но, очевидно, нет Младенец беспомощный, он ничего не умеет А в чем же дело? В том, что нейроны не умеют работать слаженно Они не представляют собой единой команды Нейроны будут учиться взаимодействовать И меры эффективности будет являться конечный результат системы Поэтому хвастаться большими мозгами не совсем правильно Хотя меня немножко задевает тот факт Что в лобной коре у мужчин больше шипиков, чем у женщин Это контактов, верных связей Хотя в эволюционном ряду Вы же спросите меня От рыб к человеку, конечно Объемы мозга увеличиваются Кита, мозг больше, чем эта комната, наверное Конечно, но думаю, что у человека он колеблется в таких пределах В которых лимитирующим фактором будет не размер, а слаженная работа Интегрированность То есть ты как тренер тренируешь свою команду действовать слаженно Да И не расходовать силы попусту Ну и напоследок вопрос, который я не могу не задать Меня он самого очень интересует Вопрос, связанный со знанием Наверное, это вопрос может быть отчасти философский И только отчасти посвященный именно нейрофизиологии Но все-таки знают ли ученые, где рождается сознание Отличается ли это сознание у нас И, например, у животных Вот в чем эта принципиальная разница Вопрос сложный Если честно, то ученые не знают Есть разные версии Но это только гипотеза По мере того, как наука развивалась И ученые открывали разные области мозга Локализация сознания перемещалась Вместе с зоной интереса ученых Вот в 50-е годы, когда была открыта ретикулярная формация Маруции Мегуном Это структура, которая отвечает за управление бодрствованием Переводом организма в состояние сна В состояние бодрствования И активного бодрствования Ученые считали, что сознание локализуется в ретикулярной формации И сознание — это просто некоторый уровень бодрствования Когда была открыта лимбическая система Система связана с регуляцией мотивации, эмоций Лимбическая — это от Данте, от первого круга ада Это мой круг ада, лимбическая система Там сложно попадать электродом В эти структуры Они не на поверхности лежат, а в глубине Они скрыты корой В общем, вдруг сознание переместилось в лимбическую систему И стали предполагать, что сознание локализуется там А сейчас бодно изучать префронтальную кору Это часть лобной коры Это самые молодые отделы коры больших полушарий Предположительно связаны с высшими психическими функциями С управлением поведения, с контролем, с планированием С добротой И сознание резко туда переместилось С моей точки зрения это некорректно Поскольку сознание — это системная функция Это всего организма в целом Не просто мозга, а организм Но с префронтальной корой все-таки довольно интересно то, что сейчас происходит В ней открыты нейлотенические гены, так называемые гены Которые у других животных активны в младенческом состоянии В каком-то смысле префронтальная кора — это тот отдел мозга, который взрослеет не до конца И, с другой стороны, это наше главное отличие от приматов Мощные лобные доли Когда вы спрашиваете меня, что с сознанием у животных Ну что предполагают ученые на этот счет Тут тоже мнения расходятся Есть два лагеря Одни считают, что у приматов и врановых Есть, по крайней мере, зачаточные формы сознания Доказывают это У них есть факты У другого клана ученых аргументы против Критиковать всегда проще, чем что-то делать Один из экспериментов, который, в частности, проводится у нас на кафедре высшей нервной деятельности На врановых В лаборатории Крушинских Это самоощущение у врановых На тело ворона наносится метка И в камеру, где находится животное, ставится зеркало Животное видит свое отражение Начинает чувствовать метку И ученые фиксируют количество почесываний в камере зеркалом и в камере без зеркала Получается, что ворона видит свое отражение Понимает, что отражается именно она Что-то не то Да Ну и вот, например, такие эксперименты Но изучать... Так они понимают, да? То есть вороны-то видят, что они... Ученые спорят То есть исследователи считают, что да, это аргумент для них А мы строим свои контраргументы Довольно обидные, сокрушительные Сложные методологии, конечно, чище было бы сделать так Поместить некоторый виртуальный экран Не ставить метку на ворону Потому что метка будет чесаться в любом случае Нужно поставить виртуальный экран И на виртуальное отражение вороны в реальном времени подавать некоторую метку То есть метки нет, но на отражение она есть И вот если она будет эту несуществующую метку чесать, тогда да А если нет, то извините В общем, это сложный вопрос Сложный Когда ученые к нему подходят, они в каком-то смысле бессильны И все их эксперименты, они вроде бы это факты Но с другой стороны, сделай такой мощный вывод о наличии сознания у вороны Ну нельзя же из этого эксперимента, правильно? Какие-то элементы Вот так и живем То есть три года работы и одна строчка результатов А все остальное – это некоторые домыслы, некоторые концепции Так что сложно Нет у нас однозначного ответа Но мы предполагаем, что некоторые элементы Некоторые зачатки сознания у животных есть Это не совсем то же, что ощущаем мы, но какие-то элементы Ну хорошо, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу Можно сказать, что мы отчасти немножко недоразвитые приматы Судя по нашим лобным валям Но наш мозг работает на 100% всегда Да, но можно разогнать его в такой режим, в котором вы будете эффективнее И, скорее всего, в настоящих пределах своих интеллектуальных возможностей Мы не успеваем достигать в течение жизни Несмотря на то, что, как мы только что выяснили Человеческий мозг работает на все 100% Натренировать его можно и даже нужно Если для тела существует аэробика То для мозга есть свой фитнес Неэробика И сейчас я продемонстрирую пару упражнений Которые натренируют ваш мозг не хуже, чем Таинственный препарат из фильма «Область тьмы» Для начала Маркеры, пожалуйста Двумя руками одновременно Попробуйте рисовать простые формы Ну вот так у меня не очень получается Но со временем навык придет Для второго упражнения мне понадобится горсть монет Пожалуйста Спасибо В карман опускаете горсть монет И пытаетесь на ощупь определить их номинал Обращайте внимание на широковатость Попробуйте угадать их вес В общем, максимально обострите тактильные ощущения Третий Вот, например, телевизор Или любой другой предмет, который вас окружает Попробуйте мысленно его перевернуть Обязательно мысленно Четвертый совет тоже связан с телевизором Это удивительно Но чтобы натренировать мозги Телевизор смотреть нужно Только без звука Пытаясь угадать, что говорят на экране люди И даже попробовать воспроизвести эти диалоги вслух Ну и последний совет Занимайтесь спортом Йога, бег, лыжи Любой вид спорта прекрасно помогает Не только телу, но и мозгу Ну все, я побежал Рисовать двумя руками Переворачивать мысленно предметы И разговаривать с телевизором Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok